Ребята, всех приветствую. Сегодня регулировка клапанов на мотоцикле Днепр. Вот эту вот крышечку надо открыть. Подключик на 14. Там клапана. Так, ребята, крышечку снял. Прокладка вот такая. Такие вот штифтики здесь два, чтобы прокладка садилась. Сама крышка в сторону не уходила. Вот такая прокладка снимается. Всё легко и просто. Здесь, ребята, надо найти верхнюю мёртвую точку. В общем, нигде не смотрю, нигде не разбираю. Смотрю прямо здесь сразу всё. Откручиваю свечку. Так. И значит, это клапан выпускной, так как выпускной коллектор. Это клапан впускной, так как карбюратор. Значит, что делаю, ребята. Вращаю двигатель. А, ой. Кручу двигатель и слежу за клапанами. Как только клапан впускной закрывается, я сюда сую отвертку и подгоняю поршень, как говорится, к верхней мёртвой точке. Не подгоняю точно. Не обязательно дойдёт он до мёртвой верхней точки, или же он её пройдёт, эту верхнюю мёртвую точку. Это уже не столь важно. Главное, чтобы он был здесь, и оба клапана были закрыты. Здесь процесс работы, ребята, если кто не знает, получается, идёт сжатие, поршень поднимается вверх, оба клапана закрыты, воспламенение смеси и рабочий ход. Поршень идёт вниз, оба клапаны закрыты. Вот этот момент, когда он поднимается вверх и поднимается вниз, клапана можно, как говорится, регулировать. Так, ребята, сейчас я покажу этот весь процесс, как я нахожу эту верхнюю мёртвую точку. Всё очень просто. Ребята, кручу моё поворот. Значит, что получается? Вот впускной, смотрю. Вот, открывается. Начинает открываться. Потихоньку кричу. Закрылся. Закрылся. Беру отверточку. Вставляю. И дальше потихоньку. Оп! Уже даже проскочил. Можно ещё разок попробовать. Сейчас это делаем. Вот, открылся. Закрылся. Отверточку. О! Опа! Всё, достаточно. Можно посмотреть результат. Проверить, что получается. Смотрим здесь. Зазор здесь. О! Тут вообще зазорище страшный. Надо убирать, конечно, всё. Сейчас приступим. Итак, ребята, что понадобится? Щуп. Колюч на 14. И на 12. На 14 я ловко. Ловко. Гайку. Контрогайку. Раскручиваем. Так. Раскрутил. Здесь, ребята, в зависимости от зазора. Какой зазор? Если большой зазор, болт этот надо выкручивать. Если маленький, наоборот, его закручивать. Вот так. Даже щуп у меня держится. Это очень хорошо. Сейчас я его буду держать вот таким макаром. А гаечку затягивать. Итак. Немножко притяну. Пока не сильно. Чтобы проверить. Ох ты, ёлки-палки. Только ещё разок. Что-то ходит туговато. Нет, это туго. Это туго, ребята. Надо чуть-чуть. Чуть-чуть ослабить. Ослабить это надо болт закрутить. Таким макаром. Закручиваю немножко. Так. Затягиваю. Проверяю. А, это большой. Это большой зазор. Это зазор большой. Где-то... Где-то... Надо, чтобы было примерно... Где-то 0... 0,7, наверное. Что-то типа такого, по-моему. Ну, в общем... 0,10 можно... Немножко будет поджат. Вот таким макаром. Вроде поджат. Поджат. Наверное, сильно даже поджат. Сейчас я его попробую чуть-чуть закрутить. Вот так. Ага. Чуть тронулся. И затянуть. Немножко для проверки. Так. О! Проверяю. Нет. Зазора нет. Ну, в общем, ребята, можно еще раз крутануть двигатель. Ага. Зазор есть. Еще раз крутануть двигатель. И попробовать опять найти верхнюю мертвую точку. И еще раз, как говорится, самого себя перепроверить. В конце все это дело затянуть. Как следует и потуже. Второй клапан делаю аналогично. Точно так же. Крышечку закрываю. Сильно не затягиваю. Потому как все алюминиевое может сорваться. И такой вот, ребята, небольшой видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.